Перед Кубком России 2016 женская сборная нашей страны по сабле фехтовала на дорожках французского города Орлеан. Среди представителей нашей команды была и София Познякова. Ей довелось скрестить оружие с очень интересной соперницей. Олимпийская чемпионка, итальянская раперистка Ариана Эриго в 28 лет приняла решение перейти на саблю. И одной из первых ее соперниц стала Познякова. Надо ей отдать должное, что она молодец, она подготовилась, брала несколько парадов. То есть такие удары, четыре или три удара, которые я получила, были достойными. А так видно, что человек пришел с другого оружия, немножко не чувствует она дистанцию и не было в принципе легко с ним. А сегодня София один из участников Кубка России 2016 выступает за команду Новосибирск-2. В первой встрече она вместе с партнерами по команде смогла преодолеть сопротивление питерской сборной. А на следующем этапе неожиданно оказались сильнее земляков из первой команды. Новосибирск-2 в итоге завоевал серебро, уступив в финале сборной Московской области в составе Светланы Кормилицыной, Кочетовой Анастасии, Ковалевой Виктории и Милюченко Евгении. Я счастлива, я везу дочке две медали, как и обещала. Я думаю, что вся моя команда тоже счастлива. Несмотря на то, что нашей Яны Игорян с нами не было, она нам дала наказ, чтобы мы обязательно победили. Мы сказали, что обязательно это сделаем. Бронзу у саблисток завоевали москвичи. До этого прошли соревнования у шпажистов. Конечно же, бесспорными фаворитами командного турнира была первая сборная Москвы. Уже очень много лет состав ее практически не меняется. Вадим Анохин, Никита Глазков и Сергей Бида – бессменные представители этой команды. Команда у нас очень притертая уже. На самом деле мы фехтуем таким составом уже давным-давно. Там у нас один человек обычно меняется, но это никак не влияет на нашу тройку практически. Иногда кто-то там, вот, например, в том году Вадим Анохин не был, у него были проблемы со здоровьем, он только в личных фехтовах. И все равно результат был точно такой же. Неожиданности не произошло. Москва первая. В финале они одолели сборную Подмосковной области. Третье место заняла сборная Москвы-2. Следующий старт у шпажистов будет на Кубке Мира в Дохе. В Арзамасе же остается три дня рапирных соревнований.